снова всем приветики мы дома погуляли мы сегодня кстати довольно хорошо погуляли сходили в альберис купила я забрала свой заказ наверное раз в третий или четвертый я ходила частями по чуть-чуть по несколько товаров привозили 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 надо было конечно подождать и пойти именно когда уже все привезут но там была одна очень большая коробка которая по сути должна была прийти самый последний но в итоге она пришла где-то там на середине вот и потом уже после нее я уже пришла за остальными вещами которые тоже доходили там постепенно постепенно такое ощущение знаете было как будто они эти товары собирают по всей россии по всему миру честно ощущение было вот такое что везутся со всех городов там одна там деталь оттуда вернее один как этом одна вещь оттуда у другая вещь оттуда вот по чуть-чуть по чуть-чуть в другой город ощущение честно вот такое вот короче так вот с нами сегодня когда мы шли в альберис приключилась история идем мы с мужем с ребенком и получается стоит вот так один дом и тут другой вот так вот дом то есть сейчас покажу вот так вот и тут посередине арка вот и мы идем значит мне приходит в голову что нужно мне у мужа взять деньги и я такая неожиданно причем вообще просто не спонтанно она приходит и я такая думаю а почему она пришла мне именно сейчас когда мы идем по улице переходим небольшую дорогу которой нету машин проезжают они там довольно редко то есть именно вот в этот момент ну думаю ладно надо спросить раз пришла думаю наверное чтобы не забыть так неожиданно как будто вот какое-то напутствие спроси именно сейчас я ему говорю дай денег и он останавливается тут же прямо на этой дороге достает кошелек грунт давай чуть-чуть отойдем вроде в бок он такой да не надо отходить в бок вроде давай здесь начинает доставать когда короче доставать мне деньги дает я беру эти деньги и в этот момент вот это где арка с крыши падают две льдины небольшие но они там с девятого этажа падают как раз там шла бабушка у нее прям перед носом эти две льдины упали она закричала от страха и муж поворачивается блин будет на этом месте должны были быть мы как раз шли как раз вот это вот получалось получилось что она от нас упала где-то в метрах пяти шести где-то вот так вот и вообще блин это был просто шок это был шок реально вот как вот после этого не поверишь в судьбу мы тут я вообще пришла просто этой мысль не спонтанно неожиданно то есть она пришла сама обычно там планируют там чем те это там не забыть то 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 она просто не спонтанно пришла дай денег все он остановился мог пройти дальше там давай на тротуаре считать там был тротуар и буквально вот она там рядом была эта крыша вообще ему ведь мы ведь заходили в эту арку еще проходили там я уже потом посмотрел смотрю там еще один и висит там две или три льдины и раз уж я там больше не пойду все давай говорю в обход лучше пойдем я там не пойду но нафиг не дай бог сейчас еще полетит еще одна такая вот история сегодня была у нас так вот даже блин это я вообще была в таком просто шоке это не знаю это ужас конечно и сразу начинаешь вспоминать те моменты когда один по голове дает человеку когда убивает это один и да потом если допустим человек остался в жив да у него какие-то проблемы со здоровьем тем более мы шли с маленьким ребенком могло закончиться вообще это неизвестно чем почему делают такие арки именно около вот хотя бы блин вот перед этой аркой бы написали осторожно там с крыши сходит снег блин я там не пошла начинаешь вспоминаешь всю реальность зимы что под крышами ходить нельзя потому что за лето это забываешь реально и стараешься уже мы уже шли уже старалась смотреть где это чтобы там ничего на голову не упало потому что у нас допустим помню в колледже училась я была девушка она по-моему то ли прогуляла то ли отпросилась от физкультуры и пошла домой и она проходила зима была проходила вдоль крыши там упала большая глыба короче она погибла виноват был вот этот учитель то что то ли не досмотрел то ли то что он ее отпустил а сейчас уже точно не помню очень давно было блин вот это вообще просто обидно она пошла вдоль крыши и в этот момент она упала это вот один как бы эта девушка должна была быть у него на уроке но поскольку он ее отпустил как буду так вот случилось думали не как провести учитель то не особо виноват по сути ну как бы она захотела уйти он ее отпустил и с другой стороны как-то получается для родителей обидно наверное то что потеряешь так доченьку что же такое это камера вот такое было после такого вспоминаешь вот эти все моменты все варианты становится просто страшно вот так что я купила в альберис это будет отдельный ролик в течение недели собирал собирал эту закупку она у меня там прям лежит отдельно будет отдельный ролик и что еще вчера не знаю там выйдет этим роликом общем сегодня или вчера короче у меня сломалась хлебопечка моя моя помощница по выпеканию вернее по выделыванию хлебом она сломалась ей уже наверное где-то больше пяти лет точно я думаю наверное где-то лет 7 наверное ей есть неё короче короче она успела замесить тесто она его замесила полностью уже начала обогревать и тут она сломалась мы с сыном идем кушать идем в ванну выходим из ванны если что такой звук я думал замкнула ее там чего-то из розетки и выдернула через какое-то время опять втыкаю она также звук такой же но я поняла что нужно подождать потому что техники есть там допустим со свет вырубил я через какое-то время вы включают то есть программа продолжается дальше работает вот потом через какое-то время и включила там звук так же 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 как будто бы она перемешивать вот есть но сама она не двигается и она еще добавку дуном ходит в разные стороны но она работает она включается она наверняка обогревает я так думаю то есть там все супер это все есть ну тесто я достала она была тепленькая она как раз уже подымать слава богу она успела хоть его перемешать тесто конечно у меня получилось немножко туговато и надо было все таки добавить воды но я делала по рецепту другому ну вы знаете честно я так сильно очень переживала подумал что любом случае она сломалась не сегодня сломалась бы она попозже но она сломалась раз там что-то действительно уже было до этого несколько лет назад она долгое время скрипела во время перемешиваем там и вот что-то там я думаю ладно скрипит думаю чё ж ладно надо было уже честно говоря уже тогда начать откладывать на новую хлебопечку ну или там на что-то такое новенькое вот починить тут оказалось просто глобальная проблема мастерских конечно здесь очень очень много их реально много очень но как выяснилось браться никто не хочет спрашиваешь там хлебопечку чините да да чинь вас какая модель редмонд ой не 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 мы не чиним нет 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 все много никто не хочет чинить редмонд не 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 блин да что думаю такое то почему редмонта никто не хочет одном месте уже там парень объяснил здесь причем находится он где-то в соседних домах вот то есть мне было вообще прям просто шикарно удобно нет будет у них особые какие-то запчасти и у всех у них у каждой то есть хлебопечки свои запчасти то есть они между собой не похожи блин думаю прежде чем вот так покупать хлебопечку или что-то там другое нужно звонить сначала куда-нибудь сервисный центр в ремонт и там спрашивать чинят они такую случае чего или нет стоит ее вообще покупать или нет и также конечно пересмотрела много роликов как ее починить и нашла естественно много отзывов что сейчас редмонд считается видимо самой плохой компании то что у многих сейчас они ломаются даже года не держится хлебопечка она уже ломается вот даже вот так вот и я думаю блин понимаешь насколько классная твоя хлебопечка то есть ну принципе она же работает там все включается ее можно починить попытаться вот но как бы она старенькая да там хорошая так честно говоря по большому счету она мне не особо нужна она мне была нужна лично до для того чтобы она перемешала тесто вот только вот перемест тесто и обогревание то есть чтобы она поднялась и все выпекать я уже давно выпекают духовке мне удобно удобно разные формы использовать то я захотела прямоугольные там то круглая там то такая то секает там то есть это удобно мне нравится именно вот так то есть по большому счету она мне нужна но она как бы три в одном мне есть и мультиварка но там маленькая чашка и йогуртница но йогурт у меня может сделать мультиварка хотя она тоже не очень тоже редмонд тоже не очень еще пыталась хотела поменять мечтал но она так и осталось вот то есть она тоже может это сделать как бы вот и хлебопечка то что вот она перемешивает то есть вот как то вот так вот получается у нас и не знаю честно подумала мама говорит я сказала могу не хлебопечка сломалась блин год что ж такое а у меня короче получается перед этим сломалась микроволновка второй там третий раз сломался на микроволновка потом я узнала что оказывается в эту микроволновку она уже дает у меня первый раз когда на меня ломался у вас там ролик есть как я чинила потом после этого на каста 5 ломался туда уже полезла свекровь там наворочила чего-то и короче там одна штуковина она слетела со своей оси и обратно ее вставить и чтобы она то есть это микро господи мультиварка что-то мясорубку у меня в голове короче чтобы эта микроволновка работала дальше это было сделать ее очень очень сложно ролик я конечно же не записала потому что я честно говоря не надеялась что я ее починю снова у меня ну ни в какую не получалось она просто съезжала и все то есть она там держалась на своей оси как вот открываешь кнопку нажимаешь да там она раз там как бы двигается и это вот штучка открывается дверца открывается то тут она просто соскальзывал это было очень очень сложно я в итоге в несколько ходок приходила ее чинила и где-то часа два ночи я наконец-то получилось мне ставить ее на свою на свою ось ее там еще закрепила проволокой как следует чтобы она не выпадал там какое-то время мне очень нравится моим микроволновка очень нравится моя микроволновка она блин она классная мне просто нравится классная менять я конечно июне тоже не хочу но блин она сломалась и сколько еще времени она вот так продержится неизвестно и то есть она сломалась вот год назад у меня денег не было покупать на новую мне не было денег и по цене как бы не совсем дешево чтоб купить и не совсем дорого я не нашла тогда год назад не было больно их сейчас у меня деньги есть я откладывал деньги на ноутбук хотел ноутбук себе купить копила и тут получается что ломается микроволновка и еще добавку либо печку еще кстати до этого у меня сломался как ее господи как называется что-то у меня прям если путаются последнее время я не высыпаюсь монтирую до 3 часов ночи в итоге каждый день кофемолка мы купили новый обзор вы видели там китвард но она хоть не такая сколько 2 190 она стоила купила она хорошая должна быть должна просто ждать попробуйте там работает она все еще или нет а то сейчас такая техника странная стала что она особо работать не хочет это получается то есть конец года наступает уже скоро новый год у вас не знает ролик должен выйти до нового года я надеюсь и просто все ломается блин и этот год заканчивается не знаю просто кошмарная уже просто боюсь честно говоря включать технику дальше ужас начинает страшно бы что сейчас что-то еще сломается вот там что блин я никак не ожидал что сломается моя хлебопечка она настолько уже давнишние и не так часто последнее время и уже пользуюсь то есть там периодически иногда а то что она сломается я даже предположить не могла честно как бы ладно там микроволновка там действительно она уже немножко сломанная да она ломалась снова сломался и починила вот мне вам говорит ну раз она тебе тебя сломалась вот может быть тебе она не нужна ну как мне нужно и хлебушек пеку димочки пеку город настоящий домашний то я уже привыкла просто печь уже привычку этого шла но какое-то время поешь городской хлеб adoption обычная магазины потом опять начинаешь печь но устала надоела опять там тот поешь но как-то равно уже привычку вошли свой хлеб все равно вкуснее хорошенький свой она говорит вам горит может бытьwyn готразова тебе не нужен будет просто может быть там может быть и просто печень будешь хлеб тогда на тебе будет не нужна я говорю я печь все равно буду но все равно даже просто замесить тесто в ней было удобно пирожки сделать все равно же пирожки будешь делать потому что вручную я не люблю замес вот это вот все не люблю честно это все долго мучительно для меня не знаю что кошмар я помню когда уже не жить начинали я помню тесто вечером замесю с трудом сначала миксером потом миксер старый был там 30 лет ему там с лишним он не справляет тогда мы поменьше был не справляется потом я помню что-то руками за меня это так долго это так мучительно потом я оставляла его в ночь за ночь у меня там тесто подымалось потом я пекла на утро пироги там какие-то это ужас был где-то там муж поможет там где-то он откажется сама это было ужасно когда появилась такая хлебопечка конечно стоило кстати 10 тысяч тогда было дорого но я купил все-таки жалко конечно она не 10 лет проработала поменьше обидно и честно говоря мне от нее избавляться не хочется я ее люблю она как-то миром проднила родная стала но и с другой стороны конечно то есть сломанную вещь держать дома тоже как-то не хочется место занимает так вот если все сломано держать и микроволновка тоже мне что-то не избавляться тоже совсем не хочется не знаю я уже представлял как я буду подавать объявление писать продаю мульти это как ее хлебопечку работа рабочая требует ремонта не замешивает но можно использовать как мультиварку только маленькая чаша кто-нибудь вообще согласится такое объявление мне недавно кстати на авито что-то мне там было выставлено что-то там продавал и девчонка пишет мол что-то продаешь там всякую фигню там вроде что-то там это у тебя никто не купит но я про что-то там это не помню что я ответила помолчала и полезла посмотреть что же продает она она значит продает iphone с разбитым стеклом то есть стекло на iphone оно разбитое причем настолько разбитое что там не видно даже что там сам экран разбитый как бы экран не видно даже ничего там сбоку какой-то маленький крушок ну такой кусочек целенький а это вот так все разбитое и подписано продаю iphone рабочий как бы все и цена точно такая же цена как на ну как и все принципе продает iphone рабочий типа ремонт не нужен не требует я думаю блин а у тебя думаю кто-то купит iphone уже с разбитым стеклом с разбитым экран ну блин то есть это покупаешь iphone там за какие-то деньги да плюс несешь его в ремонт еще после этого там ремонтируешь и думаю смысл вообще с покупать лучше за эти же деньги купить у другого iphone которого не разбито стекло стекло или экран что там поразил даже такое продают или недавно знаете был сейчас посмотрю сколько там 20 минут уже с вами болтаем офигеть 20 минут или ладно расскажу последнюю историю момент последний даже наверное я подставлю потом фотографию может быть здесь бог смотрю нас прокручивая объявление там я подавала свои объявления и плюс решила посмотреть что же люди продают значит а фотография сапоги такие потрёп но не потрёпан такие нормальные сапоги но видно что давно их носили выглядит они так не встретишь их везде такие особенные немножко там что-то какой-то рисунок через чего-то сделаны там сапоги кожан сапоги значит подписано продам кожаные сапоги 37.500 р я дальше смотрю такая без пробела думаю 37 с половиной тысяч что ли она продает их думаю офигеть как дорого то думаю что ж такое заглядываю значит смотрю на эти сапоги смотрю трещинки там видны ну видно что такие поношенные то есть не один год их носили явно лет десять такие вот можно носить настолько такая кожа думаю хорошая что продают за 37 тысяч с половиной ну еще 500 рублей же приделали ну надо же ну как люди деньги делаю неужели кто-то опять же закрываете смотрю на объявление нет же написано 37 . 500 без пробела тысяч то есть 37 тысяч 500 рублей на 500 рублей то она зачем ну типа потом торг сделает мол вот я им 500 рублей скидываю 37 тысяч вы мне оплачиваете опять заглядываю на эти сапоги смотрю ну блин ну они же не стоят 37 тысяч ну явно не стоит что так дорого то почему 37 то опять закрываю эту фотографию опять смотрю на объявление ну да что ж такое думаю не могу уйти никак не могу понять смысл а оказывается это 37 размер а цена 500 вообще думаю она могла хотя бы пробел поставить просто пробел поставить или дом подписать там размер допустим 37 там запятая 500 рублей да то есть ну как-нибудь вот так вот а это блин я даже скопировал данный там где-то эта картинка есть дом надо ее пустить по интернету подписать еще там сверху чем не буду мы все как пускают там всякие вот эти картинки вот то есть непонятное что-то них не в понимании скажем вот ладно с вами заболталась прям сегодня вообще кошмар поболтали с вами надеюсь то что вы досмотрели до конца мой ролик вот ну и конечно я планирую кстати полезь сама мама говорит давай чинись сама я нашла кстати да я не сказала нашла где могут ее поремонтировать но то что он возьмется за нее ты сама работа стоит 900 рублей и плюс там какие-то запчасти то что он будет делать это отдельная получается плата и там он сказал я не знаю сколько будет стоить например скажите вы же ремонтировали да и ремонтировал примерно скажите вы плюс сколько 2000 там 1000 2000 не знаю не знаю и значима в уме я сижу про себя я думаю 900 плюс 2000 от получается 3000 около 3000 блин думаю а то что я хочу купить нового она стоит 5000 ну блин а есть смысл вообще ее вести плюс такси еще 500 рублей туда-обратно да или может мне отдельно придется приезжать проезжать там блин думаю это вообще это что то есть думаю смысл вообще ее вести с одной стороны конечно она мне нравится она мне нужна как бы все но ремонт 900 ты 900 рублей вернее за саму работу компьютер починить да ну реально дешевле за работу никто не берет они уберут починили там 200 рублей там я помню мы носили давно там 500 рублей то есть все а вот тут хлебопечку просто там внутри чего-то починить стоит реально дорого так что вот надо еще подумать стоит вообще покупать хлебопечку окупится она у вас за 10 тысяч конечно я купил наверно не знаю но вряд ли она купилась у меня но все равно приятно печь хлебушек ладно посмотрим что будет дальше увидеть здесь увидите все это во влогах все это будет вам видно ладно давайте не буду вас забалтывать с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока